Музыка Чтобы меньше работы было, я говорил о том, кто я есть, я есть и так далее, а потом приступаем к этому. И это можно как бы даже сделать после этого легкий антракт, по крайней мере. Начинаю. Меня зовут Александр Любилов. Я член исполкома Федерации спортивных журналистов России. Кроме этого, президент Клуба истории и статистики, а также генеральный секретарь Ассоциации спортивного кино и телевидения, который возглавляет сэр Евгений Букатырев. Он представляет российское документальное кино в Милане. Два слова скажу, что такое Милан. Милан – это кинофестиваль самых, можно сказать, крутых фильмов. И там даже такая система есть, что он называется кинофестиваль спортивного документального кино и телевидения, и также игрового кино. И дальше, через черт, чемпионат мира, то есть это приравнивается к чемпионатам мира. Более того, курирует международная спортивная организация «Кинематографы», который возглавляет Франко Аскани, Международный Олимпийский комитет, а Франко Аскани возглавляет одну из комиссий по культуре международного Олимпийского комитета. Вернемся к Любимову. Любимов, соответственно, всю свою сознательную жизнь на 88% занимается кино и спортом. И, соответственно, еще в школе так вышло, что я стал интересоваться очень сильно спортом и, соответственно, кинематографом. В кино я с самого начала, насколько я себя помню, часто прогуливал занятия в школе и шел смотреть фильмы в разных кинотеатрах. Как документальные, так анимационные, так и художественные или игровые, кому как больше нравится. В конце концов, так уж вышло, не буду рассказывать много деталей, я поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии на факультет киноведения, кинокритики. И, в конце концов, его закончил. Вернусь ненадолго к школе, что еще в школе так вышло, что возглавил, ну, можно сказать, там, отдел, не отдел. У нас было школьное радио, и я курировал всю спортивную составляющую этой школьной радиостанции. Ну, и рассказывал обо всем, что происходит в спортивном мире, естественно, с точки зрения дилетанта. Ну, и по окончании школы, вот, в конце концов, я оказался в Советном государственном институте кинематографии, который закончил. Писал диплом на тему спортивного кинематографа, и этот диплом был и оказался единственным как до меня, так и после меня на тему спортивного кино. Или кино о спорте, как кому больше нравится, какая редакция больше нравится. Поэтому и кино, и спорт с самого начала, как бы, переплетались, и я интересовался и тем, и другими. Что касается спорта, надо остановиться. В 1955 году в Москве проходил чемпионат мира по скоростному бегу на коньках. Сейчас скоростной бег на коньках не такой популярный вид спорта, как тогда. Тогда он был одним из самых популярных. Более того, я скажу, что весь XIX век, примерно до 1910 года, или, может быть, XI, может быть, XII, тут сложно сказать, что скоростной бег на коньках был самым популярным видом спорта в мире. Несмотря на то, что весь XIX век до 1910 года скоростной бег на коньках был самым популярным видом спорта в мире. Не зимним, а среди всех-всех видов спорта. Сейчас сложно сказать до 1910, 1911, или 1908, примерно вот до тех лет. Хотел бы сказать, что футбол только был в своем младенчестве и ходил примерно, можно сказать так, в ясли. Хоккея, шайбы практически не было. Ну и так далее. Мы говорим о видах спорта, которые популярны в нашей стране. Теперь, что касается фигурного катания, то все чемпионаты, первые чемпионаты по фигурному катанию, как национальный, так и чемпионат мира по фигурному катанию, был как предаток чемпионата по скоростному бегу на коньках. И в 1896 году первый чемпионат мира по фигурному катанию проходил в Санкт-Петербурге. И программа была такова. Пятница, первый день чемпионата мира по конькобежному спорту. Суббота, второй день и заключитель чемпионата мира по скоростному бегу на коньках. И в воскресенье, соответственно, был чемпионат мира по фигурному катанию. А так, для интереса, количество людей, которые принимали участие в первом чемпионате мира по фигурному катанию, было четыре человека. Четыре. В то время, как по скоростному бегу на коньках соревновались порядка 25 человек. Просто так, о том, что какая, насколько популярность фигурного катания и скоростного бега на коньках, они менялись, и тогда было совсем по-другому. Вот. И одним из самых популярных и, наверное, возможно, самым популярным видом спорта командным был в то время, как ни странно, кажется, хоккей с мячом, который вот на льду. Не хоккей-шайба, а хоккей с мячом. Вот я вернусь. В 1955 году проходил чемпионат мира по конькобежному спорту серии мужчин в Москве. И так вышло, что он проходил, как всегда, два дня. И мой папа в первый день ушел за хлебом и пропал практически на весь день. Сейчас есть мобильные телефоны и масса других месседжеров. Что касается 1955 года, то телефон был примерно, ну, я думаю, что на один телефон на 10 тысяч человек. Плюс коммунальные квартиры были в Москве для большинства москвичей. Да. Просто не забывайте, было до массового Кручевского строительства. Да, я хочу уважаемого организатора, инициатора этой беседы поддержать, потому что были общие квартиры. И этот телефон был обычно один на 10 тысяч человек. И, скорее всего, он находился в общих квартирах. Если, конечно, он не принадлежал к какому-то, к какой-то шишке, типа, например, человек, который работает в ЦК Пакта. И, соответственно, позвонить папа не мог. Пришел, мама на него накинулась. И на следующий день папа сумел отбиться с помощью, как говорят, как пели Beatles, A Little Help From My Friends. Пришли несколько приятелей и сказали, что мы договорились, мы идем на коньки на второй день, вот надо пойти и так далее. Мама с трудом согласилась и в качестве, ну так, к сленгам я говорю, в качестве довеска папе дала меня. Вот ты теперь и погуляй с сыном, а то что ж такое-то происходит. А мне тут убрать квартиру надо, еще что-то, ну и так далее. Точнее, комнату. Тогда мы жили в общей квартире. И, соответственно, мы с папой пошли. Вначале мне было интересно, какие-то два человека бегут по дорожке, потом вместо этих двух бегут следующие двое и так далее. Так это менялось. Но в конце концов мне это надоело. Я не соображал, что там происходит и как. Я много лет спустя понял все это. И я убежал с трибуны. Трибуны большой спортивной арены «Динамо» в Петровском парке, как сейчас говорят, были заполнены до отказа порядка 55 тысяч зрителей. И они стояли. И да, абсолютно точно, пан, вы сказали, они стояли. Просто не пан, а Владислав Тадеушевич. Да, Владислав Тадеушевич, конечно. Вот, соответственно, я проскочил, спустился, так сказать, по лестнице вниз. Тогда такой охраны серьезной не было. Короче, я оказался, уже когда заканчивался чемпионат, об этом я все понял значительно позже, через несколько лет. И по рассказам старших товарищей, я оказался в центре на большой спортивной арене. И, соответственно, к великой печали, я бы сказал, даже больше трауру, чемпионат мира по конькам выиграл Сигвард Эриксон, швед. А все были уверены, что борьба развернется между Борисом Шелковым и Олегом Гончаренко. Борьба-то между ними развернулась, но не за первое, а за второе место. Значит, лавровый венок, который так тщательно готовили. Обычно на чемпионатах мира вручают лавровый венок. И должны были, по мнению всех товарищей, естественно, вручать или Бориса Шелкову, или Олегу Гончаренко. И население, я бы сказал, всей нашей страны, потому что почти вся страна, это было одно из самых первых крупных соревнований на территории СССР. Ну, может быть, не вся, но большая часть страны. Болела одна часть за Шелкова, другая за Гончаренко. И тут оказывается, что лавровый венок должны вручить отнюдь не первому, не второму, а какому-то шведу. Я это все узнал значительно позже и проанализировал. Я просто спустился, рванул пустой центр стадиона, никто не бегает, рванул. И фактически я оказался вот около этого шведа, потому что ощущение было такое, вот это я помню, что напряженное очень ощущение, что как же так, какой-то швед взял и выиграл чемпионат мира, который, собственно говоря, должен был выиграть один из советских кальковерцев. Ну, и я думаю, что вот эта наша беседа с Сегвартом Эриксоном, и он что-то такое сделал, попытку не то меня поднять, не то там что-то руку протянуть, как-то вот эта вот, так сказать, печально-трагическая обстановка чуть-чуть развеяло, и вот эти люди немножко растаяли, потому что они были все напряжены. А тут вроде как я с ним стал говорить, но ни я его не понимал, ни он меня не понимал, потому что он что-то мне сказал, я не помню что. Это сейчас бы я к нему обратился, может быть, по-шведски, может быть, по-английски, может быть, по-немецки, начал бы со шведского. А тогда я ему сказал, а ты кто? И он ничего не понимает, и я ничего не понимаю. Ну, короче, он что-то типа меня приподнял или как-то, я уж не помню что. Потом какой-то еще карапуз появился, я помню. Ну, и в этот момент, соответственно, мой папа, with a little help from my friends, как бы, нашли меня, взяли и водворили обратно на трибуну. Вот это мои впечатления о том чемпионате 55-го года. Александр Биржин, для уточнения, то есть получилось так, что вы незаметно для вашего отца, от него отклеились, пролезли через какую-то малозаметную дырку, то ли в заборе, то ли просто... Нет, там не было дырок, там просто, естественно, были какие-то барьеры, еще что-то, но какая-то стояла охрана, но все это было не как сейчас. А это как? Ну, вот какой-то стоит человек один и смотрит, чтобы никто, условно говоря, друг другу не дал в рожу, и все. А я... Ну, просто по-детски продиффундировал. Да, я думаю, что на меня не обратили внимания какой-то, так сказать, ну, шипзик в какой-то, так сказать, меховой шубе. Ну, куда-то идет. Ну, он же не хамит, он же не кричит, не орет, ну, идет. Ну, и что дальше? Ничего особенного. Вот, там дырок в заборе не было. Вот, дырки в заборе и прочее. Это было уже на следующем чемпионате. Чемпионат мира по конькам был следующий в Москве в 1962 году. Вот тут я помню, что я где-то пролезал, проскальзывал, и два дня я был на этом соревновании, и стадион был полный. То есть, ощущение было такое, что, я думаю, что в один из дней было... Это 60-60 год лужники, я правильно говорю. Да, лужники. Да, я хочу сейчас как раз сказать, что это было лужники. И в лужниках, ну, официально вмещали там 102, там 103 тысячи. Но, там, по моим ощущениям, собралось 1110. Очень просто. Там были скамейки, и каждая скамейка примерно рассчитана на то, что человек может сидеть. Вот так как бы. Ну, и вот, так сказать, какой-то промежуток между... На скамейке есть между двумя людьми, как бы, запас... Ну, идет и номера эти есть. Но никто не сидел. Сидеть невозможно. Минус 10, минус 8, минус 12. В зависимости от того, когда к началу соревнований, к концу и в середине. Все стояли, причем стояли вот так вот. Клечом к плечу, рука к руке, потому что, если стоять на расстоянии это, то ветер и так далее. А так, когда стоят люди друг к другу, то теплее. То есть, вот в Лужниках, на арене, которая вмещает, ну, там, ну, где-то 102-103 тысячи, по моему мнению, собрались 110 стоящих людей на этих скамейках. И вот там пришлось где-то как-то пролезать. Ощущения были уникальные, потому что понятно, что какое количество людей. И выиграл наш конькобежец Виктор Косичкин. И награждения я фактически не видел. Потому что я понимал, что эта толпа людей, когда выйдет со стадиона после того, как закончится награждение, то тогда неизвестно, что будет. Толпа людей идут в метро. Я, естественно, выскочил чуть раньше. В самом начале награждения, как только стали зажигать факелы, вот, мне потом рассказывали, что какая, вот, как это было, как с факелами люди стояли там, «Ура!» кричали, еще что-то. Я этого уже не слышал. Я выбежал чуть раньше. Как только начиналось награждение, вот я убежал. Потому что понимал, что меня могут затереть. Хоть мне было уже не как в 55-м, а значительно больше, на 7 лет больше, но все равно. Ну, мальчик. Вот. Поэтому я хочу сказать, два соревнования, которые проходили в Москве, которые я видел. Вот. И еще один матч я хочу футбольный сказать. Я был на стадионе 1960 года. Сборная СССР играла по футболу со сборной Польши. Сборная команда Шотландии никогда звезд с неба не хватало. Это жесткая, крепкая команда, которая на своем поле практически не проигрывает. Так вот, за неделю до матча со сборной Советского Союза сборная команда Польши играла в Глазго, в Шотландии. И на поле шотландцев выиграла у шотландцев 3-2. Просто о чем говорю и на чем хочу заострить внимание. Сборная команда Польши в тот момент была не аутсайдер. А команда хорошего класса. Так вот. Прочи, какой такой? Повторите, пожалуйста. Это еще раз повторюсь. Это 1960 год, летом. Соответственно, и... Ну, как-нибудь я к этому матчу вернусь. Потому что этот матч одна из причин бойкота футбольного испанцами. Ну, как-нибудь позже. Я не буду заострять внимание. Фактически это как бы некое введение. И к 24-й минуте счет был 4-0 в пользу Советского Союза. Я бы, не побоюсь этого слова, великий. И все футболисты того времени и сейчас ныне живущие, например, недавно разговаривал с Владимиром Пономалевым, Амбзором Казашвили, футболистами, которые сыграли на чемпионате мира в Лондоне в 1966 году. Это самое лучшее выступление за всю историю нашего футбола в чемпионатах мира. Мы заняли за 4-е место. Так вот они с уважением относились к Льву Ивановичу, соответственно, и Филатову, этому футбольному авторитету, футбольному журналисту. И он написал, в 24-й минуте по 84-ю сборная команда СССР, это же позор, ходила пешком по полю и ничего не делала. Ну, я бы не сказал, что она ничего не делала, но действительно, она играла очень пассивно, почти полностью контролируя мяч. Игра на удержание счета. На удержание счета 4-0. Да, но, как бы, понятно, что где-то поляки то ли усыпили бдительность, то ли, как бы, мы, наша сборная чуть-чуть ослабила степень влияния на ход игры. И, в конце концов, поляки продлились в штрафную площадку, нарушение правил финальцев. Счет становится 4-1 на 85-й минуте. Играть, играть еще, эти команды играли, 6 минут. Общий счет 7-1. То есть сборная команда Советского Союза показала, вы что делаете, вы что нас раздражаете. Мы спокойно доигрываем матч, а вы что, хотите показать, что вы можете забивать нам голы? Вы не можете нам забивать голы, потому что мы забьем столько, сколько нам надо. Если вы забили один, вот вам три. Вот я говорю о чем, что уровень команды, сборной команды Советского Союза был вот такой. Но мы потом как-нибудь вернемся о том, что вот разговоры о том, что мы не участвовали в чемпионате Европы. Но это тема следующая. Просто вот я еще раз... 2024 года, в 60-60 году мы-то и сборная Советского Союза стала чемпионом. Да, да, я... Хорошо, я уточню этот момент абсолютно правильно. В 1960 году на первом чемпионате Европы наша сборная стала чемпионом, а в 2024 мы не участвовали. Вот, ну, соответственно, вот, наверное, на этом вступительную часть и, как бы, то, что мы, вот... что Любимов хотел сказать о себе кратко, сказал, и, по крайней мере, наверное, введение в знакомство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!